Доброе время суток И столько лет мы делаем airbag Каждый раз то хорошо, то плохо Скоро надо будет К 55-летнему юбилею Можно будет сделать ретроспективу У нас же были, помнишь, там интересные эфиры Когда мы из эфира прямо дозванивались В автошколу я записывался Помнишь, там звонил прямо в прямом эфире Записывался в автошколу Задавал вопросы Мне там таких наговаривали 40 бочек арестантов Вот, ну, хорошо, что есть возможность В какой-то программе Которую по всей стране, как мы теперь знаем Смотрят, потому что Уж полторы-две тысячи просмотров наших Кстати, эта программа не просто так выходит Она выходит Программа выходит при поддержке ООО Профтехнология, подготовка водителей Специалистами самого высокого класса Мы напомним, что есть в интернете Такой ресурс, веб-сайт, где вы можете Зарегистрироваться и выучиться Если вы наберете в поисковике ИСО, это интерактивная система Обучения профтехнологии Три больших буквы ИСО, профтехнология Вы попадете, значит, на наш ресурс Он сейчас обладает огромным количеством форм обучения Статьи, ролики, задачи Учебные ролики по-прежнему идут Несмотря на то, что я приболел Это слышно по голосу Поэтому приостановил запись звука Должен был вчера-сегодня записать Саундтрек сопровождения голосом По пешеходным переходам Остановка маршрутных транспортных средств Сценарий выписал Коллеги там сейчас готовят Это шикарный 3D-ряд Картинки шикарнейшие Просто там же экзаменационные билеты Которые, к слову сказать, изложены Не только с комментариями, которые дают официальные сотрудники ГИБДД Но и с комментариями специалистов ИСО, профтехнологий Потому что во многом сильно расходятся Есть все-таки ошибки в экзаменационных билетах И я думаю, что в ближайшее время Над этим развернется большая работа Во всяком случае, запах есть Давай мы все-таки плавно начнем переходить К теме сегодняшней программы Ну не к теме, а к одной из тем Я бы, наверное, все-таки про электросамокаты поговорил бы Как было обещано Да-да-да-да Эта тема, она у нас сейчас Знаешь, это нас преследует злой урок Потому что мы все время упреждаем актуальность темы И поэтому мы То мы говорили про программы подготовки водителей Которые писали неизвестные люди неизвестными чернилами И несколько, там целый цикл программ большой распил был Теперь мы будем говорить про электросамокаты Потому что, во-первых, мы вошли в сезон активного использования электросамокатов Количество выставленных на дороге, в том числе Санкт-Петербурга, электросамокатов стало больше Количество купленных в собственности электросамокатов стало больше Количество фирм-сервисов, как минимум на один крупный сервис увеличилось по прокату электросамокатов И уже стартанули все, кому не лень, в большой забег По различным способам урегулирования деятельности этих сервисов Я бы обратил внимание, что в нашем славном городе за последние, насколько я понимаю, 10-15 дней Произошло три крупных дорожно-транспортных происшествия С участием электросамокатов Два из которых закончились тяжелыми повреждениями для пешеходов Причем в одном случае весьма себе тяжелыми Пока не ясно, чем закончится эта история И актуальность наша, то есть все ветви власти, все, кто способен на это повлиять Все стартанули по этой беговой дорожке законодательной С попытками найти решение этой проблемы Я напомню, что один общественник-активист, очень деятельный товарищ Марк Гершкович Из Москвы отправил, не без моего участия Я, так сказать, выступил редактором этого текста Отправил запросы в прокуратуру и управление ГИБДД всех регионов страны В которых задал вопрос люди А вы вообще как бы попробуйте доказать нам, что электросамокат Это не механическое транспортное средство Это какая-то старая бодяга Это бодяга старая, нашла новое подтверждение Новый разворот, подожди Я спокойно жду И уже мы получили ответы Ну, не ответы, точнее, так скажем, а следы деятельности Вот, например, заместитель начальника ГИБДД города Томска Отправил в кикшеринговую компанию Запрос о том, каким образом осуществляется передача права управления Механическим транспортным средством с мощностью двигателя от 250 Вт до 4 кВт Молодец, товарищ полковник Он витиевато выписал, что он не говорит про электросамокаты Но совершенно понятно из его запросов в кикшеринговую компанию Что он видит их как транспортное средство И что водительское удостоверение надо Похожий кульбит состоялся в городе Нижнем Новгороде Там история носила немножко смешной характер Но этот смешной характер заодно и подыграл моему разговору о том, что не следует смотреть на название В процессе запросов кикшеринговой компании произошла опечатка И вместо электросамокатов то ли прокуратура, то ли ГИБДД подала запрос на то, как предоставляет справа управление электросамоварами Слышишь? Электросамоварами Да Вот, ну а почему бы нам не назвать их электросамоварами? Какая разница, да? И это пошло В Архангельске наш активный слушатель И могу уверенно сказать Коллега по борьбе за безопасность дорожного движения Директор автошколы Александр Саморуков Написал такой же запрос в прокуратуру То есть, называется, пошло в народ Вот Такой же запрос пришел и в ГИБДД Санкт-Петербурга ГИБДД Санкт-Петербург написал витейватый ответ Но На самом деле сейчас актуальность связана не с этим Актуальность связана с тем, что у нас в понедельник в законодательном собрании Пройдут в рамках круглого стола слушания с привлечением всех заинтересованных сторон О том, как и каким образом можно регламентировать движение электросамокатов В принципе, эксплуатацию электросамокатов Причем это будет на высоком уровне Сам председатель законодательного собрания Александр Бельский будет руководить этим круглым столом Как радостно и отрадно сознавать, что меня пригласили на этот круглый стол И более того, и ГИБДД, и другие участники круглого стола заблаговременно вчера подсуетились узнать мою точку зрения Слушай, вот забегая вперед Если, предположим, будут приняты какие-то правила пользования вот этой штукой У меня вопрос, а кто будет это отслеживать? Саш, смотри Потому что закон-то принять можно Нет, я тебе сейчас расскажу Вот вчера в результате тяжелого вязкого разговора с управлением ГИБДД Я, на самом деле, разговор тяжелый вязкий, но я благодарен коллегам Потому что вот такой тренинг с адептами, противостоящими тому, что все хорошо в законодательстве Он должен быть Потому что дискуссия, когда она преследует глубокие знания Она позволяет выявить слабые места той или иной позиции Так вот, мы в результате этого диспута совершенно четко пришли к выводу Что электросамокат с мощностью двигателя от 250 Вт до 4 кВт это мопед Вот мы говорили, говорили, говорили Я говорю, хорошо Они говорят, какая-то сертификация, еще что такое Я говорю, бог с вами, но вы же на обычный мопед не требуете никаких неодобрений Типа, ни государственных регистрационных знаков Это не мешает вам говорить, что он мопед Установить мощность, его скорость мешает Но говорить о том, что он мопед, не мешает Таким образом мы сошлись, что это все мопеды Все мопеды До 250 Вт может быть электровелосипеды Это означает, не больше, не меньше, что для управления этой штукой По нынешнему законодательству необходимо водительское удостоверение Либо категории М, либо любой другой И вот здесь нашли слабое место, как ты говоришь Кто будет заниматься выявлением, идентификацией и так далее Я предложил, я пока отправил в законодательное собрание рассмотреть в качестве законодательной инициативы Подготовить поправку в 196 федеральный закон, что к участию в дорожном движении допускаются транспортные средства И там дальше регистрацию Или механические транспортные средства, прошедшие процедуру государственной маркировки Чтобы мы на корпусе любого устройства, которое едет по городу с двигателем Исключая, как ты понимаешь, велосипеды, потому что это мускульная сила лиц Вот чтобы на корпусе этих устройств, если оно не автомобиль И у него нет государственного регистрационного знака Чтобы у него была государственная марка QR-код, в котором будет содержаться информация Марка-модель Мощность двигателя Максимальная конструктивная скорость Основные технические характеристики Тогда у инспектора ГИБДД, который может заниматься администрированием Появится основание и повод Вот видит он человека на электросамокате Он его останавливает и говорит Dear friends А дайте-ка я считаю Почему по-английски-то? Ну мало ли Вдруг международный какой-то чемпионат и все на электросамокатах А дайте-ка я считаю у вас государственную маркировку А он говорит, а у меня нет никакой маркировки И тогда инспектор говорит, вы знаете А у нас полгода тому назад приняты поправки в федеральный закон Вы не можете на немаркированном самокате ехать Вам надо было за полгода его промаркировать Вы должны были приехать в удостоверяющий центр Предъявить мощность, скорость Они считали, посмотрели, сверили с образцами марок моделей И нанесли вам нестираемый QR-код Методом, допустим, там гравировки, еще чего-то Нету, значит, до свидания Вы дальше пешком, самокат поехал в клетку Или мы читаем его QR-код А он показывает, что у него надо водительское удостоверение Мы говорим, где водительское удостоверение? Говорит, нету Самокат в клетку, вы пешком Мы прервались на интересном месте, как всегда Ну, вот, то есть ГИБДД Санкт-Петербурга в обсуждении согласилось Что нету доводов, которые бы позволили говорить, что электросамокат это не мопед Что это за собой тащит И через процедуру государственной маркировки мы даем возможность сотруднику ГИБДД Определить, надо или не надо на это устройство водительское удостоверение категории М или любой другой Еще раз, то есть на практике будет как? Значит, инспектор остановил... На практике будет как? Если эта идея, допустим, проскочит Я сейчас буду говорить очень осторожно, потому что нас слушает вся страна Все могут подумать, что это уже завтра Нет, в понедельник мы будем обсуждать только в законодательном собрании Санкт-Петербурга Если получится, то депутаты оформят законодательную инициативу Но я уже сказал, что там с других сторон побежали бегуны Которые достали опять из-за кромов эту жуткую аббревиатуру средств индивидуальной мобильности И не глядя на решение Верховного суда по делу Давида Чапинчана Побежали Но я вижу, как, например, приняли эту поправку в федеральный закон И сказали, что она вступает в действие через полгода после публикования Значит, вот за эти полгода Каждый, у кого есть электросамокат Должен сносить его в какую-то станцию техосмотра Куда-то в какую-то лабораторию Получить наклейку, QR-код Не наклейку, скорее всего, что гравировку В которой будет содержаться информация Марка, модель, мощность двигателя Скорость, вес После этого он законопослушный гражданин Если этого не будет, то значит Он на дороге не выезжает По деревне он может разъезжать там у себя по огороду Делать все, что хочет Хоть на танке А вот на дорогах общего пользования вот так вот И большая часть электросамокатов И других двухколесных электрических штучек Должны будут, как вот коллега написал в комментарии Должны будут отправиться на дороге общего пользования Стратуаров уйти Стратуаров уйти Напомню, что у нас в прошедшем году 704 эпизода ДТП с электросамокатами И с тяжелыми тоже Подавляющее большинство Это самокат-пешеход С тяжелыми последствиями Даже подавляющее Даже много Из 704 большая часть это самокат-пешеход Понял, да И из них есть достаточно большая доля тяжелых Поэтому Значит Мы когда с гаишниками обсуждали То мы Рассматривали какие возражения Например, говорили о том, что Вот они все вывалятся на проезжую часть Их станет много Будет больше ДТП Ну, логично предположить Логично Предположить логично, но необоснованно Поясню тебе Дело в том, что на самом деле Сейчас среди пользователей электросамокатов Обладатели водительских удостоверений Не больше 35% Поэтому в первую часть Количество пользователей Сильно сократится раз Вторым залогом безопасности Велодорожки? Нет Вторым залогом безопасности Выступает То, что все-таки В моем сознании Человек, который был за рулем Автомобили Или мотоцикла Или автобуса Или грузовика Он, имея водительское удостоверение Встал на электросамокат Но он прекрасно понимает Что видит водитель автомобиля Что может быть В некоторых случаях Что может быть Да, да, да Где мертвые зоны И так далее, и так далее, и так далее Потому что Главная Значит, наша задача Заставить этих людей Почитать правила дорожного движения И создать у них понимание Рисков, угроз, безопасности И все, что есть Ну, а дальше Исходя из правил Да, действительно Они по велоинфраструктуре По полосам для велосипедистов По велоинфраструктуре По велоле дорожкам Там каким-то Если все там запарковано И нигде не проехать То в этом случае Он, допустим Поедет по тротуару Но должен ограничить скорость Один наш коллега Из числа экспертов Комиссии по транспорту ЗАГСа Высказал предложение А что если Человек хочет Сохранить за собой Право пользоваться Электросамокатом Без водительского удостоверения И мы с ним сошлись К консенсусу Что он должен В этом случае В порядке доработки Электросамоката Через аккредитованные Значит станции Задавить электронным образом Скорость До 25 км в час В этом случае Он выпадает Из тех регламентов И выпадает Честно говоря Из Правил дорожного движения Задави скорость Получи QR-код Который будет отображать Нынешнее Твое техническое состояние Там будет Наверное Отображено Еще и где Прошел переделку И езди Без водительского удостоверения Риск будет Столкновение С пешеходом Но тяжесть Последствий Будет не такая Потому что 20-25 км в час Все таки Не так страшно Как 50-70 Ну вот такая идея Присутствует В понедельник В час дня Будем соответствовать Какие твои прогнозы Я так могу предположить Что есть большое лобби Тех кто держит этот бизнес Они постараются Массовость сохранить Правильно ведь? Значит смотри Во первых Во первых Давай будем исходить Из здравого смысла Вот Мне никто из лоббистов Ничего не говорил И нигде Свои позиции не оставил Тебе не скажет Они будут пытаться Давить на тех Кто закон принимает Это я говорю про другое Это я говорю про то Что мое дело Я не за белых И не за красных Я вот читаю законы Нормативные акты И из них составляю Представление Мопед Верховный суд Еще раз говорю По делу Давида Ча Печана Мои подходы признал Правильными Понимаешь То есть они тоже сказали Да Правильно ориентироваться На мощность и скорость А кто говорит Он не принимал Что электросамокады Мопеды Я говорю Да Он не принимал Он сказал Ребят смотрите На мощность и скорость Что в общем То же самое Они абстрагировались От ответственности Чтобы не вторгнуться В приватность Этого бизнеса Вот Там рассматриваться Будут еще Если говорить По повестке дня Например Очень серьезные вещи Значит Создать зону В центральной части Санкт-Петербурга Ограниченную Например Обводным каналом И Невой То есть Вся та зона Которая у нас Центральный район И в дни проведения Народных гуляний Массовых мероприятий Это День Победы День военно-морского флота И так далее Распоряжением Губернатора В этой зоне Запрещать Передвижение С использованием Электросамоката Как частное решение Кто будет выполнять Этот запрет Я имею ввиду Контролировать Росгвардия Этот запрет Могут контролировать Росгвардия По закону Ответственность Должна будет Внесена В 273 закон Санкт-Петербурга О благоустройстве Об административных Промышения Благоустройства Слушай Был бы закон И был бы штраф А тот Кто будет за ним Следить Найдется Потому что Если не делать Ответственности То этот запрет Не имеет никакого значения Ты же понимаешь Вот теперь Значит Почему я говорю Что много побежали На прошедшей неделе Министерство транспорта Российской Федерации Предприняло Попыточку Втихаря Так скажем Аккуратненько Так Все разнеженные Никому не до чего Давайте-ка мы разошлем Перечень нормативно-правовых актов Которые наверное Можно принять Без повторного обсуждения В регуляторной гильотине А это мы возвращаемся Обратно И в числе И в числе Этих нормативно-правовых актов В том числе Значит Постановление Проявится 2467 В котором Они хотели Застолбить Что в правила Дорожного движения Можно будет Вносить поправки По счастью По счастью Нашлись люди Из числа Членов рабочей группы Которые подошли К этому делу ответственно Прочитали весь список Он большой И пришли к выводу Что без обсуждения Обходить Постановление правительства Не следует Поэтому Говорить о том Что мы сейчас Прямо вот Сломя голову Ломанемся Вносить поправки Правила дорожного движения Не следует Я честно говоря Выступаю Все-таки Вот мы уже Мы кажется Вот смотри Мы даже в Аербеке Наверное лет пять Уже говорим Про то что нужно Написать новые Правила дорожного движения Сейчас Но новый Коллега О профтехнологии Антон Евстигнеев Наш новый партнер Бывший инспектор ГИБДД И стулы Очень замечательный Знаток И большая умница Знаток правил дорожного движения Он подготовил Свои предложения Поправки В правила дорожного движения С учетом аналитической части 139 листов Файл 139 листов Читаю Есть спорные Бесспорные Но сами выявленные Слабые места Безапелляционно То есть очевидно Что это слабые места Ну наверное уже можно было За то время Пока вы пытаетесь Продавить возможность По прежнему Штопать этот кафтан Из ПДД Уже можно было бы Наверное написать Новый текст Правил дорожного движения Который 100% Был бы не хуже Того текста ПДД Который сейчас Ну просто потому что Хуже нынешнего текста Правил дорожного движения Правил дорожного движения Российской Федерации Быть трудно Можешь привести пример Какой-нибудь формулировки Текущей Которая вот Просто Ну хорошо Ужасная Пункт правил 8.6 При повороте Транспортное средство Должно располагаться Таким образом Чтобы при выезде С пересечения Проезжих частей Оказалось на стороне Встречного движения За это предусмотрена Верховным судом Ответственность Лишения прав Но в правилах Дорожного движения Отсутствует понимание Что такое Пересечение Проезжих частей Я лично в суде Говорил Ваша честь Трудно предположить Как располагается Транспортное средство При выезде С не знаю чего Мне инспектор ГИБДД Показывал картинки Я говорю Это все ваше измышление Это все ваши Личные и субъективные Измышления А юридически Это не описано Не описано Не описано Есть много других Например Все знают Сейчас вот Профтехнология Готовит набор Мы по-моему говорили Мы готовим набор Ситуаций Которые являются Ловушками на экзамене Когда тебе предлагают Развернуться От правого края А тебе для того Чтобы развернуться Надо прекратить движение Остановиться А там за спиной У тебя знак Остановка запрещена Инспектор говорит А вы остановили В зоне действия знака И тут выясняется Что тот Кто прочитал Текст ПДД От начала до конца Знает Что Совершить остановку И остановиться В редакции Наших правил дорожного Это разные вещи Вот перед пешеходным переходом Я остановился Снизил скорость до нуля Для соблюдения Требований правил дорожного движения А для своих Ну что это Я совершил остановку Но эта тонкость Она нигде не описана Я уж умалчиваю о том Что К знаком 3.29.30 Эта стоянка Запрещается Почетным Нечетным Да Значит Время перестановки Автомобиля Мы много раз говорили Указанное в ПДД С 19 до 21 часа Зашибись Ничего что в 21 час Дата не поменяется На календаре Она в 0 часов Поменяется Вот я приехал В 10 часов Мне как ставить сейчас По сегодняшнему дню Или по завтрашнему То есть по сегодняшнему Я получается Сейчас нарушу Нарушу Я по идее С 19 до 21 часа Должен был переставить А если не переставил То что Дата то не поменялась 21 часа Это должно выйти В 0 часов Видимо и перепарковаться Нет Саш В 0 часов Я бы вышел И перепарковался Но у них время перестановки С 19 до 21 Они считают Что дата в 21 час меняется И к слову сказать В государственном стандарте Время перестановки Указано другое С 21 до 0 Там все по уму сделано И таких ляпов Я тебе могу сказать Ну огромное количество Например Вот Сродни вчерашнему диспуту Сотрудник ГИБДД Мне говорит А вот правила Вылавливаю там Гибридный автомобиль Механическое Такое-сякое Транспортное средство А вот понятия Электросамокат нету Я знаешь что говорю Так и понятия автомобиль нету Ну электросамокат Говорит понятия нету Я говорю Так и понятия автомобиль В ПДД нету Ну как транспортное Механическое транспортное средство Четырех колес Не-не-не Не четырех Там просто Двух и более колесное Это транспортное средство Приводимое в движение двигателя Он говорит Ну автомобиль это механическое Я говорю Почему электросамокат Не механическое Какое же оно Мускульное что ли Занавес Да понимаешь Этого нет. Коллега Естегнеев из Тулы, большая умница, еще раз говорю, например, выловил, я много раз на занятиях говорю, вот есть табличка, на которой обозначен автобус. Знаешь, там, например, остановка запрещена для автобусов. Или место стоянки для автобусов. Описание понятия автобус нет в ПДД. И нигде не написано. Есть по категориям, есть категория Д, который должен иметь водитель автобуса. Но вот водитель лимузина тоже должен иметь категорию Д. Как только больше, чем 8 посадочных мест, у нее тоже категория Д. Но язык о том, что не поворачивается, сказать, что он водитель автобуса. И понятие автобуса ПДД не описано. Более того, это в некоторых случаях оскорбительно. Да, 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 да. И этих ляпов, я тебе говорю, вот погрешности, оплошностей, нюансиков, тонкостей и так далее. Их огромное количество, понимаешь? На мотораде. Айрбек. В эфирной студии Дмитрий Попов. Мы продолжаем разговор. Ну, собственно, мы уже... Обсуждать. Обсуждаем. Да, мы прообсуждали электросамокаты. В общем, как бы моя позиция, она нетленна. Зафиксируем ее и перейдем к другому рассказу. Потому что кроме Минтранса еще попытались внести сумятие субзакона на прошедшей неделе и МВД. Моя позиция нетленна. В законодательстве она совпадает с позицией Верховного суда. В законодательстве ничего менять не надо. В большинстве случаев эти штуки попадают в категорию мопеды, за исключением моноколес, которые по количеству колес не вписываются. И в большинстве случаев для управления ими потребуется водительское удостоверение. Все остальное, все остальное, это шляпа с попытками урегулировать то, что и так, в общем, уже достаточно хорошо. Слушай, как ты думаешь, а как народ примет? Я понимаю, что тебе во многом, в общем-то, все равно, потому что ты юрист. Я тебе скажу, мы тут обсуждали, как бы давайте популяризировать деятельность Дирекции по организации дорожного движения. Я говорю, не надо ее популяризировать, потому что организация дорожного движения это расстрельная статья. Это как сельское хозяйство при коммунистах. Понимаешь? Что они делают, все равно плохо. Да, особенно Площадь Мужества. Я вам никогда не прощу с этим. Это не к нам. Это к транспортной стратегии развития Санкт-Петербурга. Трамвай в фаворе. Понимаешь? И Площадь Мужества забей. Съезди на Комендантскую площадь и возвращайся на Площадь Мужества, как в рай. Понимаешь? Потому что я тебе просто объясню, Саш, меня вот это очень бесит, Комендантская площадь. Я хочу, как Райкин, выйти перед набором архитекторов и сказать, Ребята, кто сшил костюм? Где эта тварь, которая запроектировала эту площадь? Вот такое пересечение дорог, которое теперь никак не развести. Понимаешь? Кто? Что помешало вам, люди, сделать прямые углы нормальной перекрестки? Ведь вы же сделали твари площадь, которую даже круговым движением не озаботили. Я напомню, слушайте, что ругается Дмитрий Попов, известный эксперт. Ну, слово тварь, между прочим, совсем даже не обидное. Оно отображает истинное отношение ленинградцев и петербуржцев к тому, что они видят на Комендантской площади. Вот. Из той планировки, которую сделали в стародавнешние годы, причем я ездил, когда там еще были сугробы и холмы, и недостроенные дома, и четко понимал, что здесь при удачном раскладе будет, наверное, круговое движение. Хрен! Не будет кругового движения, потому что там так разложили дороги, что непонятно, где кто куда идет. И пешеходам не перейти, и трамваю не проехать, и все это еще замазано приоритетом маршрутных транспортных средств. Там может быть организация движения плохая, очень плохая и безобразная. Сейчас мы добились плохой, то есть мы в фаворе находимся. Но есть еще куда двигаться, да? С площадью мужества история почти похожая, потому что, во-первых, площадь мужества сейчас для всех будет па-па-пам! Не круговое движение, на самом деле, насколько я понимаю, потому что там есть трамвай, который идет на перерез, на разрез площади. Он касается, покасательный там, он не по центру. Он идет не по центру, но он идет на разрез площади, понимаешь? И тем самым снимает возможность сделать ее круговым движением. Поясню, почему нельзя сделать круговым. Представь себе, светофоры все вырубились, и у нас действует правило, если без знаков приоритет, кто на круге, тот главный. Да? Как к этому правилу относится трамвай, который едет на перерез через площадь? Ну, то есть, когда он выезжает с площади, он не главный? То есть, он главный? Непонятно. 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 Он же не на круге, он же на разрез площади идет. И вот я тем, кто вот это вот все проектирует, почему я говорю о том, что мы, когда новые кварталы проектируем, нам вот эти планировки спускают, как данность. Вот мы вот это напроектировали. Ребята, кто сшил костюм? Сейчас застраивается аэропорт Ржевка. У каждого просчета есть имя и фамилия, кто-то говорил. Где-то есть этот человек. Да, да, да. Вот сейчас застраиваться будет, значит, гигантский жилой массив, аэропорт Ржевка в области. Это будет Кудрово-2. С никаким количеством въезда-выездов. Вот я заранее сейчас предупреждаю, встречаемся через полтора-два года и ругаемся матом. Мы вспоминаем, Попов предупреждал, что будет все плохо, потому что единственный сейчас подъезд туда, это с Рябовского шоссе поворот на вот эту маленькую дорогу по одной полосе в каждом направлении, кривую, косую, непонятно какую. Там есть запланированное примыкание к коммуне, или к какому-то шоссе, но это примыкание будет скоро построено, после 30-го года. То есть все для людей родная при планировке территории. А организаторы дорожного движения, они должны будут это все делать, вот как хочешь, так и делай. Ты прямо сегодня какой-то диссидент прямо. Я не диссидент, потому что я очень недоволен тем, что планировки так вот спускаются. Ну вот давай абстрагируемся от электросамокатов и площадей мужества, и переключимся на этой неделе. Другой фаворит борьбы за безопасность дорожного движения, это МВД в лице ГИБДД, попыталась тоже обойти, значит, постановление 24 и 67, сказав о том, что у них есть новый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию. Ух ты, вот это интересно. Пока отставим в сторону, что процедура запрета эксплуатации в нашем законодательстве до настоящего времени пока не описана. Не знаю, как запрещается эксплуатация. В смысле, как практически запрещается? Как это реализуют? Ну, отнять права, номера отвинтить? Нет, нет, отнять права, это запрет на участие в дорожном движении, а запрет эксплуатации не описан. Номера отвинтить? Не описан, понимаешь, в чем дело? Ведь существует же история, касающаясь того, что неисправности эти дают тебе право доехать до места ремонта и отремонтироваться. Да, тоже, кстати, да. А значит, надо выставлять какие-то сроки, и я напомню, что мы говорили, что МВД вынашивало замысел, что будет дан срок, там, трехдневный, устранить то или иное замечание, и после этого, значит, пройти в неочередной техосмотр. Но бог-то с ним. Значит, этот документ с перечнем неисправностей приблизительно год назад попадал в рабочую группу и попал в рабочую группу опять оперативно, втихаря, под сукном, подсунули, быстро почитать. Мне позвонили, сказали, есть час времени, быстро ознакомиться. Ну, в двух словах. Я прочитал и сделал вывод, что МВД действует по старой проверенной методике. Если 10 раз занести один и тот же текст, то на 11-й должно проскочить. То есть подпишут все-таки. Да, продавим. Не поменяем, не учтем замечания, продаем. Значит, что там есть? Я напомню, что там были мною отмечены в прошлой редакции очень субъективные оценки. Наличие следов коррозии на рулевых наконечниках. Ребята! А как это увидеть? Нет, увидеть это несложно. Надо на это посмотреть. Поднимать на подъемник? Вопрос не в этом, Саш. Они все ржавые. Они на улице находятся и так все ржавые. То есть каждую вторую машину... Вот такое количество коррозии не запрещаем эксплуатацию, а вот чуть-чуть больше запрещаем. Никаких численных оценок. Вот никаких, понимаешь? Сплошь субъективные. Я когда указал, что отсутствуют какие-то численные оценки, я строго ожидал, что они либо выкинут этот пункт как невозможный к честной реализации, или они что-то опишут. Там 10% поверхности там наконечника ржавые. Нет, все гораздо проще. Они оставили его без внимания, а в некоторых местах написали, контроль осуществляется с использованием технических средств. Каких? Подъемник. Я не знаю. Я не знаю, да. Более всего меня вызывают негодование два пункта, которые оба на самом деле попрятались в техническом регламенте таможенного союза. Мне пришло из Москвы уведомление, что ваши замечания, Дмитрий Владимирович, они вот противоречат техрегламенту таможенного союза. Я со свойственным себе сарказмом написал, я говорю, когда техрегламент принимали, моих экспертных мнений не спрашивали. И если техрегламент глуп в каких-то позициях, я за это не отвечаю. Первое. Значит, размещение на лобовом стекле предметов, которые ограничивают обзор водителю. За исключением зеркала заднего вида. Возникает у меня много вопросов. Как именно и каким образом мы будем устанавливать, ограничивать обзор или нет? Какую площадь можно все-таки занять? Потому что есть, например, элементы, которые я ратую за то, чтобы они были. Видеорегистратор. Я хочу поставить на лобовое стекло видеорегистратор. А теперь получается, что я видеорегистратор не могу поставить на лобовое стекло? Или он не ограничивает обзор? Или как-то... И ограничивает или не ограничивает обзор? Ну, как определить? Субъективная оценка, правильно? У меня видеорегистратор спрятан за зеркало заднего вида. Он там находится. Он вообще говоря, мне не мешает. Но инспектор запросто может подойти ко мне где-нибудь в Ростове, где у них там коррупция впереди, ГИБДД Ростова бежит. И сказать, у вас на лобовом стекле размещен объект, ограничивающий обзор. И вы начинаете представлять опасность. Да, я говорю, не ограничивает обзор. Он говорит, ничего не хочу знать. Ограничивает. Висит, все, свободен. Ну и, наконец, самая криминальная история, это по-прежнему диспут по поводу зимних и летних колес. Это вообще просто капец-капец. Значит, указано, что запрещается использование летних колес в период с 1 декабря по 1 марта. Я, блин, а если зима не наступит? Вот как? Вот как? Я написал, что у нас трансконтинентальная страна. У нас 1 декабря в Сочи может быть плюс 12. Дим, но здесь хотя бы есть прецеденты. Есть Финляндия, Швеция? То есть... Ни Финляндия, ни Швеция не являются трансконтинентальными странами. Согласись. Ну, по климату, скажем, для Петербурга очень схожи. Я прекрасно тебя понимаю. И люди, которые мыслят, как ты, там... Я думаю, что в Краснодаре такого не будет, наверное. Just a moment, Саш, подожди. Жду, жду. Значит, люди, которые с тобой солидарны, они там написали в проекте, что это ограничение по сроку может носить региональный характер. На что я им написал, зашибись. Жалко, что метеоусловия на границе регионов не меняются в пограничном месте. Понимаешь, губернатор Воронежской области примет, что по Воронежской едем на шипах. А губернатор Ростовской области скажет, все, шипы отменяются, едем на летних колесах. И чего? Я должен на границе переобуваться? А самое интересное, Саш, я много раз переезжал границу Тульской, Липецкой, Липецкой, Воронежской, Воронежской, Ростовской, Ростовской, Краснодарского края. Много раз замечал, что при проезде границы дождь, который был в Ростовской, в Краснодарском крае не заканчивается. Климату и погоде вообще наплевать, где у вас границы проходят. Это да. Понимаешь? Я им написал, они говорят, ну, критикуешь, предлагай. Я написал предложение, что я предлагаю не трогать эту историю, принимая во внимание климатические изменения, качели и трансконтинентальный характер страны. И предлагаю лучше ввести повышенную ответственность в случае, если попал в ДТП в связи с использованием колес не по погоде. Вот в Архангельской области, например, самый поздний снег. Офицер космических войск Дмитрий Попов, самый поздний снег, который я видел в Архангельской области, знаешь, когда был? 22 июня. Самый ранний снег 9 сентября. Ну, чего теперь мы будем говорить? Ой, да. Вот такая история, понимаешь? Ну, попытались. Я это все написал туда в поправке, но опять будет обсуждение или нет. Я против вот это все, что средства индивидуальной мобильности, мне это ужасно, жутко не нравится, честное слово. Вот такая история. Ну, что, будем тогда потихонечку... Давай поговорим про то, что в Японии выросли продажи автомобилей Лада Веста. Давай, вот, это любопытно. Давай, расскажи. Ну, реально, выросли продажи автомобилей Лада Веста. Меня сегодня спросили, почему и как, удивлен я или нет. Я сказал, что... На разборку, что ли? Я не... Почему? Нет, не на разборку, Саша. Кататься? Нет. А ты забываешь о том, что Лада, Рено, Ниссан и Митсубиси один концерн? Я не забываю, я помню. Вот, и честно говоря, честно говоря, как человек, который ездит на Весте, полностью фаршированный, я так думаю, что, в общем, она в редакции Японии, наверное, является, если они там разумную цену ставят, не такую, как у нас, то она является хорошим сочетанием цены и качества. То есть, при маленькой цене вполне себе дородный автомобиль. Я напомню, а ты, может быть, не знаешь, да, что в Голландии Бельгии, вот это вот страны Бенилюкса, в качестве санитарных автомобилей в сельской местности используется до сих пор еще автомобиль Нива. Вот тот наш классический автомобиль Нива, потому что он в их сознании является уникально классическим полноприводным автомобилем повышенной проходимости из толстого железа, толстого, у них на двери, на пенке почти миллиметр, 0,8, 0,75, понимаешь? На Ниве? На Ниве, на двери, на пенке 0,8, да. А Нива вся приблизительно в три раза толще, чем классические Жигули, это я тебе говорю как человек, у которого на рубеже веков был бизнес, я вот этими руками переваривал пороги, лонжероны и так далее. Лонжерон Нивовский, 2,2 миллиметра толщина металла, представляешь себе? Это лонжерон, а пенка 0,8. Напомню, что у страстных Жигулей, которые принято было обзывать консервной банкой, толщина пенки двери была 0,27, и ее можно было отрывать вот так руками, как фольгу. Тут 0,8, почти миллиметр. Тяжелый, нормальный, бронированный, хороший автомобиль. Бронированный, конечно, в кавычках. Поэтому, если они нормальную цены выставили, то телега, это вот смотри, Веста, Логан, Ниссан Микро, Ниссан Тиида, Ниссан Аль Мера, это все автомобили на одной платформе. Ты представляешь себе? Лада Гранта. Это все автомобиль на одной платформе. Одни и те же запчасти, одни и те же наконечники и так далее. Поэтому она, в общем, когда мне говорят, ты едешь на Ладе, я с таким же успехом, можно говорить, что я еду и на Рено, и на Ниссане. Сейчас на ВАЗе начнут производить Ладу Дастер, если кто не знает. Дастер пойдет с логотипом Лады. Но это будет тот же самый, значит, Рено Дастер, и это будет тот же Ниссан Тиран. Это одна и та же машина, если кто не понимает. Но весело, весело. Понимаешь, так, кстати, увидел, что японцы на Весту, так сказать, набросились, им понравилось. Ну, думаю, хорошо, нормально. Популярный в Японии автомобиль Лада Веста. Ну да, пожалуй, что. Ладно, слушай, какие прогнозы у нас на ближайшее время? Что у нас входит в действие? У нас с 1 июня, по идее, ужасные события. Да, прогнозы ужасные. У нас с 1 июня должен начаться второй этап транспортной реформы, той самой, которая предполагает замену малоформатных коммерческих перевозок на большие объемные социальные автобусы. Мне кажется, что исход из правительства Санкт-Петербурга вице-губернатора Максима Соколова не способствует успешному началу второго этапа этой реформы. Вообще, мне кажется, что транспортный блок пребывает в некотором легком оцепенении, не понимая, куда дальше грести. Вот. Но это такая себе история. У нас ожидается в ближайшее время расширение зоны плат... Так, любимой тобой платной парковки... Спасибо. ...в центральной зоне. Спасибо, Дима, да. Ну, я тебе расскажу. Ты вот говоришь спасибо. Ты очень любишь европейский опыт. В Лондоне вообще в центральную часть платный въезд. Вот я сегодня, раз уж ты ратуешь за мою личную жизнь, я тебе скажу. Я сегодня приехал за женщиной своей на улицу Чайковского. Постоял 10 минут в одном месте. Потом, чтобы меня не заставили платить, переехал в другое место. Еще 10 минут постоял там. А на 25-й минуте она уже вышла из этого заведения. И я, соответственно, ее подхватил. И место было для парковки. И денег не заплатил. И все обошлось, понимаешь? А если бы был платный въезд в центр, как в Лондоне, то я бы заплатил по любасу. И причем сумму весьма себе немаленькую. Поэтому тут такая... Это компромисс, Саш, на самом деле, с платным въездом. Я оставляю за собой право иметь другое мнение. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Дмитрий Попов великолепный в рамках программы АРБ. Всем хороших выходных. Не болейте так, как я. Программа выходит при поддержке... Программа выходит при поддержке ОУПРОФТехнологии. Подготовка водителей специалистами самого высокого класса. Счастливо. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok